Продолжаем чтение тафсира Сур-Аль-Каф И перед тем, как приступить к следующему аяту, а это 57-й аят Хотелось бы несколько вопросов задать относительно тех аятов, которые мы до этого прошли Аллах Субханаху Аталя говорит И вот мы сказали ангелам, поди тениц, или сделайте саджда, или сделайте земной поклон Адаму И они сделали И они сделали, пали низ перед Адамом, сделали земной поклон Означает ли это, что ангелы, мушарики, и сделали ширк земной поклон Кому-либо, помимо Всевышнего Аллаха Аллах велитым делать Адаму, они делают Означает ли это, что они совершили ширк? Почему? Потому что это было, что по велению Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Об этом и говорили Хорошо А если кто-то скажет, нет, дело в том, что этот земной поклон был земным поклоном приветствия А не земным поклоном, а что? Саджда То есть, в возвеличивании, которое нужно делать Так это или нет? Уважаемый Уважаемый Дезакалахер Нет, это не так То есть, чтобы сказать, что это земной поклон Земной поклон приветствия, в котором, то есть, они это сделали Только, чтобы поприветствовать и так далее На это нужен довод, основать, что земной поклон, земной поклон Но мы говорим, в чем причина, то, что это было по велению Аллаха Субханаху Аталя Сделало Это приказ Аллаха, и они выполнили приказ Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя Также Аллах Субханаху Аталя говорит И они пали ниц, кроме Иблиса То есть, Аллах Субханаху Аталя Получается, исключают Иблиса из числа ангелов То есть, все ангелы пали в ниц, кроме Иблиса Означает ли это, что Иблис был одним из числа ангелов? Правильно или нет? Аллах говорит, Аллах сказал ангелам пать в ниц, сделать саджда Так? И все сделали саджда, кроме Иблиса Я понимаю, что исходя из этого, что Иблис был одним из числа ангелов Ведь повеление было к ангелам адресовано Правильно у меня понимание или нет? Нет, почему? Да, потому что, во-первых, сам Всевышний Аллах сказал, что А почему тогда вот так говорит Ангелы пали ниц, кроме Иблиса Как называется этот вид? Истифна, для тех, кто изучал арабский язык Истифна аль-Манкадр называется Когда мы то, что исключаем, может и не быть из рода того, из чего мы исключаем И мы приводили на это пример Просто как мы напоминали Таиб Аллах говорит Опять же, если возвращаться к арабскому языку Говорит, неужели вы возьмете его и его потомство Приближенными себе или угодниками себе, помимо меня То есть помимо Всевышнего Аллаха Афатат-Тахидуна, а, вот это а, на что указывать? Истифхам, вопрос Что в этом вопросе? Удивление Или Аллах Субханаху Аталя хочет знать То есть Аллах Субханаху Аталя не знает и хочет знать Действительно вы возьмете его или не возьмете? Интересуется Так? Истифхам, алинкар Этот Истифхам, этот вопрос содержит в себе что? Порицание Как будто бы Аллах Субханаху Аталя говорит Так неужели вы возьмете его в себе что? Угодники Его и его потомство в себе угодники Помимо Аллаха Мы часто приводили на это пример Как Разные-разные примеры приводили Как, допустим Отец, допустим, с ребенком идет и видит, что Что-то происходит, допустим, нехороший Какой-то грех И говорит, видел, что совершают эти неверующие Или видел, что творят эти грешники Он и так знает, что его сын видел Он знает, что сын видел Он прекрасно знает Но что, для чего он это делает? Чтобы порицать Своим вопросом В этом вопросе что содержится? Порицание И в Куране много таких мест Это нужно знать Называется Истифхам, алинкар Неужели вы возьмете его Его потомство себе В помощники В то время, как он является врагом для вас У меня вопрос Содержится ли в этом аяте указание на то Что нужно приводить Далиль Или что нужно обосновывать Как-то аргументировать Или более правильно будет сказать То, что нужно объяснять людям Почему Вот если ты что-то порицаешь А мы сказали В этом вопросе содержится порицание То нужно объяснить Почему ты это порицаешь Не просто вот так не делай и все Брось, выброси И так далее Нет Что нужно объяснить Аллах Субханахватар Что говорит А кто-то может спросить А почему бы и нет Да, я собираюсь А почему нет Аллах говорит Да потому что он вам враг И вот точно так же для нас Что урок Что если мы Опять же в первую очередь Детям Что-то объясняем Говорим Вы говорите Допустим Он тянется что-нибудь Левой рукой Скажи Возьми правый И все После этого Не оставляй его Да, он возьмет правый Уйдет Он сделает то, что велено Но ты ему объясни Скажи Потому что пророк Салаллах Велел так делать Потому что пророк Салаллах Валейх Вассалям Скал Кушайте правой рукой И пейте правой рукой Давайте правой рукой Берите правой рукой Объясняй Сам Всевышний Аллах В Куране Мы видим Объясняют Говорит Вахум лякум аду Потому что он вам враг Вахум Точно так же нам В этом пример Хорошо Посмотрите на 50-й аят 50-й и 51-й аят В 51-й аяте Аллах Субханаху ата'аля Говорит Ма ашхаттум Халькас самавати вал арди Валя халькан фуси Ва макунта муттахидаль Мудылина адуда Так ведь? Говорит И вы Не являлись свидетелями Или Аллах Не взял вас Свидетелями Сознания небес и земли И вы Не являлись Свидетелями Сотворения Самих себя Ва макунту муттахидаль Мудылина адуда Говорит Всевышний Аллах Вопрос у меня следующий Как Какая связь Между 50-м и 51-м аятом? Прочитайте 50-й Зану аят И 51-й аят И скажите Какая связь между ними? Есть ли связь? Или это уже все В отрыве этот аят? Уже новые повествования Чего-либо начинаются? Аллах Говорит Афататтахидунаху Шатан Не говорю Покровит Сама Я Говорит Афататтахидунаху Возрриятуха Улия А потом говорит Вама кунту муттахидин Муттахиди Мудылина Муттахиди Мудылина Говорит Зуррия Муттахидан Машат Да Да Согласен И вы Не являлись Этим Хорошо Еще Аллах Субханаху Вот же я же вам намекал Аллах Субханаху Атали Говорит Неужели вы берете Его и его потомство Себе в помощники А затем Аллах Субханаху Про себя Говорит И Аллах Ж А Аллах То есть Говорит А я Не беру Заблудших Или Заблуждающих Себе в помощники Там Аллах Порицанием К людям Обратился Сказал Неужели вы берете Себе в помощники А в этом А я Телал Про себя Говорит А я Не беру Себе в помощники Вовхом Далее Какие аяты У нас были Что значит Саррафна На Прошлой Разъяснили Так Далее Что значит Саррафна А вот Абам Что значит На Ана Кто-нибудь Другой Разнообразие То есть Мы Разные Разные Разновидные Примеры Привели Разные Примеры Привели В Куране И мы Приводили Так же На это Пример И разъясняли Исходя Из тех Аятов Которые Были Прочтены На Предыдущем Уроке Можем Ли Мы Сказать То Что Миссии Ученых Приобретающих Знаний Призывающих Является Радовать Людей И Предостерегать Какой Дали Есть У нас Как Что Сказано Да Аллах Сказал Согласен Аллах Сказал И мы Посылали Посланников Только Как Радующих Учевающих А я Спрашиваю Про Ученых Приобретающих Знаний Призывающих О них Речь Аллах Говорит Про Пророков И Посланников Да Вместе С этим Пророк Салла Что Сказал А Ученые Являются Наследниками Пророков Если Это Было Велено Пророком Значит Ученым Точно Так же Значит Ученые Призывающие Приобретающие Знания Что Должны Радовать Людей Радовать Раем Которые Обещаны От Всевышнего Аллах Субханах За Подчинение Ему Табарак Ва В первую Очередь Веденобожие И Увещевать И Предостерегать И Пугать Даже Чем Адам Который Всевышний Аллах Субханах А то Подзабыл Я Немножко О чем Мы Читали В 57 Аяте Всевышний Аллах Субханах Ва Та Говорит У А Ардам У А 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 Аллах Говорит Кто Же Может Быть Более Несправедливым Или Кто Является Более Несправедливым Чем Тот Кому Было Упомянуто О Знамениях Всевышнего Аллаха И Он Отвернулся От Них И Забыл То Что Уготовили Его Руки И Воистину Мы Сделали На Их Сердцах Пелену Или Покрыли Их Сердца Покрывалом Чтобы Они Не Понимали И Не Постигли Его Мы Скажем Кого Его И Также Сделали В Их Ушах Глухоту То есть Оглушили Ва И о знамениях Всевышнего Аллаха, то есть наставляющий человек, какой-то проповедник, напомнил ему о знамениях Всевышнего Аллаха. Будь то это знамение Всевышнего Аллаха, мироздание или в бытие, сразу для себя можете подписать аят, слово аят и две стрелки пустить. Бывают кауния, бывают какие? Шарайя. Аяты, то есть знамения, которые мы замечаем, видим в бытие, в этом мироздании, смена дня и ночи, солнца, луна, это же аят, это же знамение, это то, что указывает на Всевышнего Аллаха, и в каждой вещи есть ему знамения, говорит один из поэтов арабских, который указывает на то, что он един. В каждой вещи есть ему знамения, но это знамения какие? В быту, мироздание, в бытие, прошу прощения. В быту это на кухне быту. Вот. Но также аяты есть те, которые мы читаем, аяты из Курана, знамения из Курана, аяты, шарайя, либо Куране, либо шарайя, то есть это аяты, хадисы пророка, саллаху, алейхи, поэтому, когда Всевышний Аллах говорит, кто может быть более несправедливый, чем тот, которому упомянули об аятах, либо упомянули о знамениях Всевышнего Аллаха, которые нас окружают, мироздание, либо о знамениях, которые мы читаем, то есть об аятах Курана, были ему помяты, и то, и то включают в себя аяты. Однако он отвернулся, а он отвернулся от них. И шейх Ибнус Аймин говорит как раз таки, когда проповедник напомнил ему о знамениях его Господа в бытие, как, допустим, то, что как Всевышний Аллах поступил с общинами, которые отвергли пророков и посчитали ложью миссию, пророческую миссию, будь то это народ самуд, или жаад, и другие. Это тоже и знамения Всевышнего Аллаха, так как он поступил с ними, как он наказал их. Ау-иш-шар-ия каль-Куран, или же знамения в шариате, как Куран, Сунна, какой-то хадис напомнили ему, какой-то аят озвучили, процедировали ему, чтобы он опомнился. А он что? Отвернулся, не захотел. Вот об этом речь. То есть не принял эти аяты, или же знамения. Нету более несправедливого человека, чем вот подобный, чем такой человек. Если же кто-то скажет, будьте внимательны, особенно тех, кто Рашки знает, как мы можем совместить этот аят, в котором сказано, кто более несправедлив, чем тот, которым было упомянуто о знамении Всевышнего Аллаха, он отвернулся. В другом аяте, Аллах Субханаху Аталия говорит, кто более несправедлив, чем тот, который возводит навет на Всевышнего Аллаха, лживо возводит навет на Всевышнего Аллаха, Субханаху Аталия. И здесь кто-то скажет, я изучал арабский язык, и знаю, что такая форма, авдлям, называется, исам тавдиль, исам тавдиль, то есть превосходная форма. То есть, если мы говорим самый большой, значит, вот он самый большой. Неправильно же будет, если я приду, допустим, в класс и скажу, вот он самый большой, и он самый большой, и он самый большой, и вот он тоже самый большой в классе. Это же неверно, так ведь? Самый большой он один бывает. Это форма, то есть самый несправедливый. И здесь тоже человек может сказать, а как так? Аллах же вот в Куране говорит, что самый несправедливый это тот, который возводит навет, Всевышнего Аллаха лживо. А в этом я говорю, что самый несправедливый, это тот, кому о знамениях напомнили, и он отвернулся. Что мы на это скажем? Более того, я вам сейчас подскажу, мы уже об этом говорили. Шейх приводил аят какой? Уаман Азляму Мимман. Мана Амасаджид Аллах. Кто более несправедлив, так же, чем тот, который запрещает, что? Мечеть Аллаха закрывает, мечеть Аллаха лишает людей мечети Аллаха. Суханаху Аталию. Еще получается добавили. Да кто из них самый несправедливый-то, в конце концов? Мы уже отвечали, братья, как это объясняется? Вспомните? Не помните, да? Шейх говорит, допустимо, в арабском языке, как до этого мы говорили, что самый несправедливый, в чем? В том контексте, о котором идет речь. Смотрите, если мы говорили, кто самый несправедливый, чем тот, кто лишает людей, или закрывает, или преграждает людям мечети Всевышнего Аллаха. Имеется в виду, кто самый несправедливый из преграждающих. То есть, если кто-то что-то запрещает, преграждает, кого-то лишает, вот из лишающих запрещающих, преграждающих, самый несправедливый тот, кто запрещает мечети Аллаха. То есть, он самый несправедливый в том, что он совершает, в его действии. хорошо мы говорим а кто более несправедливый, чем тот, кто возводит навет на Всевышнего Аллаха опять же мы говорим, как понимать имеется ввиду, кто более несправедливый из тех, кто лжет на кого-либо, возводит навет на кого-либо кто может быть более несправедливый, чем тот, кто возводит навет на Аллаха имеется ввиду, из тех, кто вообще какой-то навет наводит из тех, кто лжет, кого-то оговаривает Потому что оговаривать можно разных Вот самый несправедливый из них Из тех, кто совершает вот это действие Именно о котором идет речь Самый несправедливый тот, кто Аллаха оговаривает Мафхум Следовательно, наш аят Что? Шейх Ибнус Аймин скажет Говорит Скажет, мы ответим с двух сторон На это Тому человеку, который не понял и сказал, как так И тут несправедливый у вас, и тут несправедливый Скажет, что это в Пуране есть Какой-то недочет, какое-то противоречие Скажет, есть Мы скажем, нет, в Куране противоречий нет Есть в чем проблема, мы не раз говорили В нашем неведении В нашем неведении, что мы не знаем Этого Субханалла Такой прекрасный пример, что я Хабу Салях привел Вот недавно я слушал и думаю, выпишу И где-нибудь будет уместно, приведу Вот сейчас уместно, но я забыл Потому что не выписал Субханалла Поленился, чуть чай пил, что ли Субханалла Аллаху львстал Хейр иншаллах Смотрите, первое Шейк говорит То, что вот это Самое Не справедливость, это самое-самое Имейте ввиду, самый-самый С той стороны, в котором он принимает участие То есть, которое действие делает Мы сказали То есть, учитывая то, в чем он замешан В основе этого смысла, который доносится в аяте Поняли, да, братья? О чем речь? Я разъяснил это Поэтому слова Всевышнего Аллаха Кто же более несправедлив Чем тот, кому упомянули об аятах Всевышнего Аллаха А он отвернулся Яни Шейк говорит Имеется ввиду Кто скажет мне, что имеется ввиду? Кто объяснит? Исходя вот из того, что я до этого В других аятах приводил пример Да, да, именно Джазак Аллахайрон Имеется ввиду, кто более несправедлив Из тех, кому о чем-либо упомянули А он отвернулся Самый несправедливый вот из таких Тот, кому упомянули о знамениях Аллаха А он отвернулся от них Мавхом? То есть, несправедливый в своем роде Как так сказать В своих действиях К нам Вот поэтому Шейк говорит Яни Ман азляму мимман зукки раби аяты рабби Фа аарада анха миналлазина юзаккаруна фа юаридон Мавхом? Кто более несправедливый Из тех, кому упомянули о знамениях его Господа Он отвернулся от них Среди тех, которым что-либо упоминается Они отворачиваются Ва кад юзаккару линсану фа юарид Ведь человеку много что может быть упомянуто И он отворачивается от этого Однако, самая большая несправедливость заключается в том Когда ему упоминается именно о знамениях Аллаха А он отворачивается от них И то же самое мы говорим относительно навета Или когда оболгал Человек может оболгать одного, второго А самый великий навет считается Когда человек возводит навет на Аллаха То есть объясняет то же самое, о чем мы говорили Просто прежде чем засчитывать слова шейха, чтобы ясно было Сначала объяснил вам на примерах Если ты брат мой, говорит шейх Абнус Амин Поймешь вот это правило То тогда ты избавишь себя от многого недопонимания Читая Кур'ан Может это непонимание возникнуть или нет Те, кто арабский знает Как тот Азлям и этот Азлям Как я же сказал И тот самый старший И этот самый старший в семье Говорит, вот это мой самый старший сын Это мой самый старший сын И это мой самый старший сын Скажешь, что это такое Скажешь, ты ненормальный А в Куране так же скажешь, есть Нет, мы скажем Все это объясняется Все это объясняется Аль-Хамду-Лилля да 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 повтори на а первый среди кого меня не про массажит меня на не на это то как мы с одной стороны объясняем можно будет вот так ответить или же говорит шейх также некоторые ученые высказали другое мнение сказали ва киил было высказано мнение инна азлям ва азлям яштирикяне фил азлямия ва это сауяне фиге фига бенис ботили contained рихима сказали что в этом аяте сказано азлям и в том аяте сказано азлям и в этом аяте сказано а для иметь ввиду они одинаково несправедливо одинаково достигли максимума в своей несправедливости мафон как допустим если действительно все допустим дети одного возраста или одного роста. Этот самый высокий, и этот самый высокий, и этот самый высокий. Они все, допустим, по метр девяносто в классе. Все метр девяносто. Трое. Одинакового роста. Мы говорим, и этот, и этот, и этот самый высокий. Так ведь? И поэтому здесь тоже некоторые ученые сказали, несмотря на то, что превосходная форма употреблена, можешь место поменять, по суни, если засыпаешь. Ну это по суни будет, если поменяешь, лучше будет ничего. Я не ругаюсь, просто чтобы это. То есть, что Азлям, говорит, имеется ввиду, что они все наравне. Поэтому Аллах и здесь Азлям упомянул, и здесь. Но, как шейх Иблина Саимин скажет, вафихий надзор. Ну, это надо рассмотреть еще, это мнение. Потому что мы не можем сказать. Не можем же мы сказать, что тот, кому упомянули о знамениях Аллаха, он отвернулся, такой же, как тот, кто возводит навет на Аллах, что они одинаковы своим зульмам. Или тот, кто лишает людей мечети Аллаха. Ну нет, это разные совсем дела, на разном уровне. Так же. Поэтому шейх говорит, Аллаху алим, это не совсем правильное мнение. Масадь ждала ан юзка рафиха смуху. Ва юсайху хазба аллаху анахвайзалик. То есть тот, кто мешает людям попасть в мечети, тот не такой же, как тот, кто возводит навет на Всевышний Аллах и тому подобное. Таид. Аллах говорит в этом же аяте. Тот, кому были упомянуты аяты, то бишь знамения Его Господа. Шейх еще раз говорит. Как знамение в бытие, так и знамение в шариате. То есть знамение в бытие или в этом мироздании. Допустим, может быть, когда человеку говорят, как напоминают ему. Допустим, говорят, внимательно будьте. Допустим, такие знамения Всевышнего Аллаха, как затмение солнца или затмение луны. Что Аллах делает это специально, чтобы устрашить тем самым своих рабов. Чтобы устрашить их, чтобы они опомнились. Для этого это делается. Бывает так, что человеку ты об этом говоришь, а он отворачивается. Как в Аякуле говорит Абадан. Хасуф-ль-Камар, ва-хасуф-ль-Шамс таби'и. Хасуф-ль-Камар таби'и, ва-хасуф-ль-Шамс таби'и. Он говорит, это естественное природное явление. Затмение солнца, затмение луны. Что ты нам рассказываешь? Аллах кого-то хочет устрашить. Это все естественно, это природное явление, это объяснимо. Мы говорим, да, мы не спорим, что это объяснимо и так далее. Но это что? Пророк, салаллаху алейкулассалям, сказал, что это никак не влияет, это не по причине того, что кто-то умер или погиб и так далее, а что тем самым Аллах желает устрашить своих рабов. Поэтому, когда затмение солнца происходит или затмение луны, не надо ходить и радоваться. Аллах показывает, что все в его руках, как хочет, так и что. Что днем может тебе сделать, что ночь настанет, несмотря на то, что ты привык к тому, что у тебя чередование дня и ночи, и у суток 24 часа и так далее. Несменно все это. Аллах показывает свое могущество и способность, что если захочет, вот так сделает. И что? Да бы ты устрашился, да бы ты побоялся его, что все в его руках. А люди что? Ходят, улыбаются и смеются, и как ни в чем не бывало. Через рентгеновские фотографии смотрят на затмение солнца или стекло коптят, потом смотрят и весел. Не, не должно быть весело. Даже если детишке этим не надо, скажи, Аллах устрашает, скажи, побоись, Аллах тебе показывает, какой он великий, чтобы устрашить. То есть детей к этому тоже побуждайте. То есть не надо веселиться, радоваться, смотри, смотри, смотри и так далее. Проявлять радость. Нет. И вот человек, допустим, которому упоминал, он говорит, нет, нет, это естественно, это нормально и так далее. Вообще внимание не обращаем на это. Валя индар, валя надир. Аллах не хочет никого предостеречь, и это не является каким-то увещеванием для нас. Это называется отвернуться от знамения Аллаха. Тебе на них указывают, говорят, а ты отворачиваешься. Безразлично. Что касается шариатских аятов и хадисов, то очень много людей, которым они упоминаются, они отворачиваются от них. Скольким людям, говоришь, Аллах сказал, вот так-то и так-то. Хоть бы хны. Так же, как об стенку горох. Или более того, отворачиваются, говорит, неинтересно. А еще больше тех, которым упоминаешь хадисы пророка, алейкулассалям, они точно так же отворачиваются. Разве хадисы не являются шариатскими знамениями? Так же являются шариатскими знамениями. Ты ему говоришь хадис о том, что пророк, алейкулассалям, сказал так-то, так-то. Он говорит, мои деды делали, у нас масхаб такой, у нас и так далее. Ты третий, четвертый, пятый отговор от Аллаху Акбар. А кто более несправедлив, чем тот, кому упомянули о знамениях его? А он отвернулся. Он отвернулся от них. Дали Аллах говорит, и забыл то, что уготовили его руки. То есть, говорит шейх, забыл то, что уготовили его руки. То есть, то, что он совершал из неверия, грехов, высокомерия, вагайри, залик и других дел. Которые послужили причиной тому, что отгородили его от истины. Смотрите, Аллах говорит, он забыл то, что уготовили его руки. То есть, он забыл, что он совершал. Шейх говорит, совершал из неверия, грехов и нечестия, или же высокомерия. Из тех действий, которые стали преградой для него к принятию истины. Значит, то, что человек отвернулся от знамения Аллаха, этому были какие-то предпосылки. Какие-то весточки до этого были. Что это его грехи, его неверия, его грехи. Они стали причиной того, что он лишился этого. И отвернулся от знамения Всевышнего Аллаха. Поэтому шейх говорит, «Ли анналь инсан, валь айязу билля, кулляма аугаля фильма ааси, издада буадан аниль икбали аниль хак». Потому что человек таков да убережет всех Аллах. Что каждый раз, когда он погружается в грехи, чем больше ослушается Аллаха, тем дальше он становится от принятия истины. Чем больше грехов, чем он дальше, тем ему тяжелее принять истину. Когда доносятся аяты и хадисы, он уже дальше отстраняется от этого. Кама каля Аллаху аззава джаля, как сказал Всевышний Аллах, «Фалямма азагу азага Аллаху кулюбахум». Когда они сбились, сбил Аллах их сердца. Вот когда сами отклонились, Аллах еще больше их отклонил. И точно так же, когда ты грех совершаешь, ты уже перестаешь принимать знамения, аяты и так далее. То есть они служат причиной этому. Поэтому каждый из нас должен знать, для чего? Чтобы остерегаться и предостерегать, быть начеку, как говорится от этого. Что из самых больших наказаний Всевышнего Аллаха за грехи человека, может быть то, что у человека заболеет сердце. Да убережет Аллах. То есть, что Аллах накажет его болезнью сердца. А если у человека больное сердце, он уже будет отвергать знамения. Аллах же говорит «фи кулюбихим марадун». «Фазадахум Аллаху марадан». Также описывая лицемеров, что говорит «суммун букмун умьюн фахум ла ярджаун». Глухие, слепые, немые не вернутся уже. Почему? Потому что отвернулись от истины. И вот точно так же, что твои грехи могут привести тебя к тому, что сердце полностью заболеет. То есть, да, точно так же, как и тело. Тут поговорил с больным, тут контактировал с зараженным. Тут еще, еще и что сам подцепил в итоге. Также пусть Аллах убережат. И точно так же здесь. Один грех, второй грех, третий грех. И что приводит к тому, что сердце просто заболевает само. И уже тяжело его лечить. То есть, бороться с симптомами легче всегда так же, чем лечить уже непосредственно болезнь, которая наступила. Если человек постигает гибель любимого человека. Пусть Аллах убережется. Или что-то он теряет из имущества любимого для него. Допустим. То это наказание. Да, это воздаяние ему. Нет в этом сомнений. Но если он будет наказан или подвергнется тому, что его сердце заболеет. Что Аллах его сердце как-то поразит. То это самое страшное, что только может быть. Поэтому говорит Ибн Аль-Каим в своем известном стихе Нуния. Почему Нуния названа Нуния? Потому что каждый байт этого стиха заканчивается на букву Айн. Правильно? Нун. Поэтому Нуния. Говорит Ибн Аль-Каим. Говорит. И клянусь Аллахом. Я не боюсь за грехи. Ведь они. Человек, который совершает грехи. Их Аллах прощает и может извинить. Однако я боюсь, что Аллах отклонит мое сердце. По причине этих грехов достигнет того, что сердце уже отклонится от того, что я буду руководствоваться Кураном и Откровениями. Что уже не приму истину из Курана и Откровений. Именно вот этого больше всего должен страшиться разумный человек. Вот этого. Однако другие какие-то бедствия или то, что постигает человек. Это все, что служит искуплением ему за какие-то грехи и так далее. А может даже еще больше, что увеличит в человеке веру. Преумножит веру в человеке. Также испытание. Вдруг если он их достойно пройдет, правильно знает, что они от Аллаху, проявят терпение. Может у него еще крепче только иман станет от этого. Однако вот уже когда сердце поражается, это уже опасно. Вот этого надо сторониться. Но поражение сердца, оно от грехов и идет. То есть поэтому если совершил грех, брат, кайся. Кайся заново. Я не раз уже приводил вам слова, что если не ошибаешься, я хулислама своего учителя их приводил, когда спросили, почему я их привожу. Потому что, к большому сожалению, у многих вот такой акида, такой утикат, что если ты какой-то грех совершил, покаялся перед Всевышним Аллахом, если ты его еще раз совершил, то уже не надо каяться. Или то, что это считается издевательством над Всевышним Аллахом. Поэтому они говорят, нет, не все, нельзя, больше не кайся и так далее. Это будет издевательством. Как будто ты совершаешь, каешься, совершаешь, каешься. Иван Тайми говорит, когда он был спрошен и сказали, что человек совершил грех, потом покаялся. Затем снова совершил этот грех. Он говорит, что ему делать? Он говорит, пусть каяться еще раз. Он говорит, хорошо. Он покаялся, а затем снова в тот же грех впал. Что ему делать? Он говорит, пусть еще раз каяться перед Аллахом за этот грех. Он говорит, хорошо, но он в тот же грех еще раз впал. После того, как покаялся уже, что теперь-то ему делать? Он говорит, пусть еще раз каяться перед Всевышним Аллахом. Он говорит, а сколько, говорит, так можно? Он говорит, пока не заставит расстроиться шайтана. Пока шайтан не отчается в нем. Это шайтан хочет вызвать у тебя что? все, не кайся, не надо. Ты уже вообще кяфером стал, ты издеваешься над Аллахом и так далее. Это все уловки шайтана. Это он этого желает. А ты что, кайся, 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 перед свящим Аллахом, пока что? Пока шайтан не отчается. И как к другому хадису приходит, пока как Аллах Суханаху Аталия сказал, этот раб знает, что у него есть Господь. Сколько бы ты грехов не совершал, если ты будешь каяться, сколько бы ты не делал, что? Ты знаешь, что у тебя есть Господь Аль-Гафур, Аль-Вадут, любящий, прощающий, Аль-Афу, извиняющий, принимающий Ак-Тауа, который наставляет тебя на покаяние, принимает у тебя покаяние. То есть это только что достоинство. Ты показываешь, что ты знаешь, каков Ак-Тау, а такой исходит, что от невежды. От джахиля только может быть. Как известно же в хадисе, насколько Аллах Суханаху Аталия радуется покаянию своему раба. Насколько? Точно так же, как радуется кто? Один из хадисов, да, в другом хадисе сказано, как бедуин, как человек, который потерял всю свою провизию в пустыне и уже отчаялся ее найти, лег в ожидании смерти, что все, в пустыне нет ничего, ни воды. И здесь что? Возвращается его верблюдь за все его провизии. И он настолько радуется, настолько радуется, что уже даже, грубо говоря, как говорят, что за базаром не следит. То есть уже даже на радостях оговариваться начал. Он сказал, О, Аллах, я твой Господь, а ты мой раб. Пророк Саллахуали, сказал, Мишидиддатильфарах. От сильной радости искал и наш Господь также радуется покаянию своего раба. То есть, если ты делал какой-то грех, какой бы, брат, это грех не был, даже если это ширк ругался, бранился, кидал, может быть, кого-нибудь, ослушался Всевышний Аллах, намазы, может, просыпал, уразум, может быть, не держал и так далее, кайся, кайся перед Аллахом, и знай, брат, когда ты будешь каяться, просить прощения, Аллах этому радуется. Наш Господь радуется, братья этому. Точно так же, как вот этот человек радуется. Субханаллах. Поэтому, что не надо отчаиваться в милости Аллаху, Субханаллаху, не когда Аллах в Куране говорит в суре, не помню, в Нуре, в Тахан, «Уатубу илллахи джами'ан айю аль-мухминон ля алякум туфлихун». Говорит, кайтесь перед Аллахом все, без исключения, и тогда вы будете, что? Муфлихун. Преуспевшими будете. Таиб. Поэтому, далее Аллах, Субханаллаху, говорит в этом же аяте, «Ва ман азляму мимманзуки раби аятирабихи». Кто же более несправедлив, чем тот, кому упомянули о знамениях его Господа, а он отвернулся от них. Мы разобрали эти слова. «И забыл то, что уготовили его руки». Сказали, о чем идет речь. «Инна джа'альна аля кулубихим акинна, айявкахуху вафи азанихим вакра». Аллах говорит, «Мы сделали джа'альна? Ма 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 джа'альна? Абу Аимран? Как? Как, как? Сомнила, что ли? Нет. До этого мы говорили, сайяра. Джа'аль а бимана сайяра. Джа'аль а может быть бимана халяка, может быть бимана сайяра. Мы вроде здесь и говорили об этом, в Тавсире Кахфа. Когда джа'аль а бимана сайяра, когда джа'аль а бимана халяка? Здесь по смыслу сайяра. Да, понятно. Брат, это одна из шубх ма тазилитов. Ее надо знать. Потому что ма тазилитов придут и скажут и так-то, так-то, так-то. Когда брат приходит, что? Джа'аль а я та адда и ля маф'улен вахид ма на халяка. Если он на один мафульбихи переходит, то есть ма на халяка. Если на два, то что сайяра? То есть сделал, превратил что-либо. То же самое, как мы говорили, с чем? Назара. Назара. Если Назара сразу переходит на мафульбихи, его ма на что? Интазара. Хали анзуруна или саа. Интазара. Если же Назара с харджар, Назара или, то у него смысл что? Ну, ша ахада. То есть смотрел, видел, наблюдал. Таи. Аллах говорит, инна джа'альна, мы сделали, или мы превратили. Аля кулюбихим, мы сделали на их сердцах, ай кулюби ман зукки раби эти раби. На сердцах тех, которым упоминали знамения их господа, и они отвернулись. То есть, кулюбихим, ман хум. Ман зукки раби аят раби хи, фааарадан. Ва уаида, ва уаида дамиру льджама, аля муфрадин, би атибарил маана. Ага, хорошо, смотрите. Будьте внимательны, те, кто изучает арабский язык. Рафис, маана? Таи. Интаби. Шейк говорит, уаида дамиру льджама, аля муфрадин, би атибарил маана. Говорит, здесь, дамир, джама, превратился опять снова в единственное число. Почему? Потому, что к нему подошли со стороны смысла. Ли анна ман, саваун кана, исман, маусулян, ау шартыян, яджузуфи, аудит дамир, илейха, ан яуда, аля лавзиха, фаякуну муфрадан, ау яуда, аля мааннаха, фаякуну мачмуан, ау мусаннан, хасаба сияк. Потому, что слово ман, кто? Говорит, когда мы говорим об этом слове, мы можем применить, как единственное число, так и множественное число. То есть, как можем применить, так и двойственное тоже. Мэн, это то, допустим, смотрите, как сказать, если будет стоять один человек, мы можем обратиться и сказать мэн. Так, если будут двое, или скажем, one man, а кто? Если будет двое, тоже можно сказать one man. Если будет много, тоже можно сказать one man, а кто же еще? То есть, кто, вот это кто, знаете как, мэн может переводиться тот кто, а может переводиться как те кто. Мэфом, братья? Хорошо, дальше идем, мы это поняли. И вот Шей говорит, в данном случае, смотрите, Аллах Субханаху Аталиюш, говорит, кто более несправедлив, чем тот кто, тот кто. Единственное число, это Зубхир. Не Зубхиру, а Зубхир. Би Аяте Роббихи. Относительно знамений Его Господа. Не Роббихим, а Его Господа. Его. И он один отвернулся. И забыл, что вы готовили. И мы сделали на их сердцах. Поняли, братья? Сначала говорит, мен, употребляет в единственном числе, описывая этот мен, а потом говорит, на их сердцах, в множественном числе. Почему, этот Дамир, который был единственным, перешел во множественное? Мы говорим, потому что, в начале аята говорится, мен, тот кто, а его мы можем переводить, как тот кто, и те кто тоже. И так, и так, допустимо применение. Вот об этом. То есть, когда мы говорим, тот кто, это соответствует, лявзу, произношению. Так как, мен, в своем лявзе, это же единственное число, так? Но внутри, смысл, может себе носить, множественное число. Так ведь, может подразумеваться, те кто. Поэтому, мен, со стороны лявза, это что? муфрад. А со стороны ма'на, джама. Понятно, братья? Теперь смотрим дальше. Поэтому шейх и говорит, фау'ида дамиру льджама аля муфрадин биатибарил ма'на. Ли анна ман савакана исман маусуля наушартын независимо от ман шартын или исман маусуль, который несет в себе смысл аль-лязи или аль-лязина. И так, и так может быть. Яджузуф, яудит дамир, дозволено, как бы расшифровывая этот дамир, это местоимение, анияуда аля лавзиха. Чтобы он вернулся к своему, то есть мы можем применить такое число, которое будет соответствовать произношению, лявзу, то бишь единственное. Фаякуну муфрадан и тогда он будет единственным. Ваяуду аля ма'наха а можем вернуть слово ман те кто к его смыслу, который он несет. И тогда мы уже будем употреблять его во множественном числе. И говоря о них, мы будем что? Говорить те кто. Или двойственность, зависимо от контекста. Поэтому шейх приводит пример. Фа-иза культа Если ты скажешь Ю-джибуни ман-кама Удивился я тому, кто встал? Или понравился мне тот, кто встал? Видите? Ман-кама Фа-хуна-ада Здесь к чему возвращается это ман? Ю-джибуни ман-кама К лявзу К единственному числу ман Или же к ма'на Ю-джибуни ман-кама К чему? Не, 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 не Не об этом речь же К лявзу, к лявзу возвращается К единственному числу Далее, хорошо сейчас поймете Дальше читаем Фа-хуна-ада-аля-лявзу Здесь возвращается к произношению Смотрите, ман Когда мы произносим вот это ман Оно вот к единственному числе ман Тот кто? Тот кто? Однако может нести в себе смысл те кто Множественное число Поэтому мы говорим когда Мы говорим Если вернуть его к произношению То это лявзу Будет какое число? Единственное Если вернуть к смыслу Который может тебе нести те кто Множественное уже Поэтому когда говорим Здесь к чему возвращаем? Клявзу или Ма́на? Клявзу. Что-то пропустил? Нравятся мне те, которые встали. Здесь что? Так же к смыслу. Иногда может быть так, что человек выражается со стороны лавза, описывает этот ман как единственное число, а иногда как множественное число со стороны ма́на. И то есть эти местоимения, их смысл будет возвращаться к чему? Что он имел в виду в этом контексте? Вернулся к лавзу или к ма́на? Понимаете или нет? Ахи, абсульман. Поэтому шейк говорит, говорит Всевышний Аллах. Смотрите, будьте внимательны. Те, кто арабцы на это. Тот, кто уверовал в Аллах и совершал хорошие дела. Что? Здесь к чему возвращается? Ва ма́н юа́мину билла́хи или юа́мин. Юа́мин. Значит, к чему? Какое число? Единственное число. Единственное число. К чему вернули? К лавзу. На. Ру́йя лавзу. Здесь что? Фа́хуна ру́я лавзу. Здесь лавзу. Дальше в этом же аяте сказано. Юдхиль ху джаннатин таджри мин тахтихал анхар. Юдхиль ху. Хуа. Единственное число. К чему вернули? К лавзу. Раз он аммэн атех кто? Говорит юдхиль ху. Значит, чему вернул? К лавзу. Поэтому шейх говорит. Ру́йя лавзу айдан. Здесь также к лавзу вернули. А далее говорит. Ха́ли дина фи́ха абада. Они прибудут там вечно. Уже они, говорит. Тот, кто уверовал во Всевышнего Аллаха и творил хорошие дела, его, одного, введут в рай, под которым текут реки, и они прибудут там вечно. То есть, когда мы говорили, тот кто, тот кого, и так далее, мы возвращали вот эту мэн к чему? К лавзу. А когда говорим, они прибудут там вечно, мы говорим, потому что так допустимо у арабского. Можно так. Потому что мэн, и так, и так можно к нему подойти. И со стороны лавза, и со стороны ма́на. Здесь подошли со стороны ма́на. В одном аяте. Всевышний Аллах Суфан Ахватай говорит. Ха́ли дина фи́ха. Ру́йя фи́хал ма́на. Говорит шейх. Ва́фи ка́влихи. Када ахсана Аллаху лаху ризка. Вот к такому Аллах улучшит его риск. Ру́йя эш. Здесь что? Лавз. Здесь со стороны лавзу. Снова. Видите, вернулся в единственное число. Куллю ха́за чааа фи сиякин вахид. И все это в одном контексте, в одном аяте. И с какой ссоры, кто мне скажет, несмотря? Какая это ссора? Нет, нет, нет. Легче. Ближе. К концу. Что-то между двадцать девятым и двадцать восьмым. Таляк, таляк. Аллах говорит. Ва мэй юммин биллахи. Ва ямал салихан. Юдхилху. Джаннатин таджри. Мин тахтиал анхар. Халидина фиха обода. Када ахсана Аллаху лаху ризка. Мафхум? Да. Это немножко со стороны арабского языка. Тем, кому интересно. Тем, кто изучает. Вазыбки раби. Если кто-то скажет, а почему так? Сначала про одни, потом про других. В арабском допустим. Вот посмотри. Объяснили. Альхамду лаля. Далее говорит шейх. Акиннаган. И мы сделали на их сердцах. То есть на сердцах тех, которым упоминалось знамение Аллаха Я не отвернулись. Акинна. Что такое Акинна? Не знаем такого слова. Шейх говорит Ахты. А, такое знаем. Жита. Покрывало. То есть на их сердцах покрывало. Там наухум мин аньявкахуху. Которые служат препятствием для понимания его. То есть аньявкахуху'ль Кур'ана. Имеется ввиду? Нет, этот аят мы уже прошли, брат. Несколько аятов назад. Которые служат препятствием для понимания Кур'ана. Они его не внемлют ему. В этом, братья, побуждение к пониманию Кур'ана. Потому что Аллах описал тех. Которые, что отворачивают от его знамений. Когда им упоминаются. Одно из их описаний. Что? Что они не понимают Кур'ан. Значит мы, если хотим полностью отгородиться от подобного. Не быть такими. Мы должны стараться понимать Кур'ан. Должны стараться понимать Кур'ан. Потому что просто чтение Кур'ана или непонимание Кур'ана. Это из описаний тех. Которые отвернулись от знамений Аллах. В этом содержится то, что следует человеку читать Кур'ан. И понимать, изучать смыслы Кур'ана. Не просто лишь читать, зубрить и так далее. Нет. Обязательно читать и стараться понять смысл. Как минимум перевод смотреть. Читаешь Кур'ан, смотри перевод. Ну тогда долго будет. Хорошо, а куда ты спешишь? А куда ты спешишь? Что, у тебя опять детей все плачут и так далее? Или что, молоко убегает у тебя? Ну тогда я только один аят прочитаю. Ну и что? Пусть это будет один прочитанный правильный аят с пониманием. Как имам аля дюрри, если не ошибаюсь. Говорил, что такое наставление делал и говорил. Пусть не будет целью читающего Кур'ан, когда я завершу эту суру. Или когда я наконец переверну страницу быстрей. Нет, говорит. Человек должен читать, размышляя и понимая. Что Кур'ан, мы до этого говорили. Кур'ан был не сползан для того, чтобы делались дела в соответствии с ним. Совершались дела. Ты не сможешь совершать дела, если не поймешь то, что от тебя требуется Кур'ан. Поэтому Кур'ан для того, чтобы его читать. Кур'ан для того, чтобы его учить. Кур'ан для того, чтобы делать дела в соответствии с ним. Кур'ан для того, чтобы размышлять над его смыслами. Кур-Ан для того, чтобы лечиться посредством него, Кур-Ан для того, чтобы вести судопроизводство и решать какие-то проблемы посредством Кур-Ана. Как сказал Всевышний Аллах, Субханаху Аталя, «Ва каляр-расулю, я Робби, ва каляр-расулю, Робби, инна кавми тахаду хазр Кур-Ана махджуран». Однако сказал Пророк, «О мой Господь, воистину этот народ, эти люди сделали Кур-Ан отвергнутым». Отвергли этот Кур-Ан, не читают, не учат, не понимают, не размышляют, не делают дел в соответствии с ним, не лечатся, руки они делают посредством Кур-Ана. Также последнее, когда уже, Субханаху Аталя, человек все инстанции прошел, как говорится, в больницу сходил, там сделал этого, сходил в Германию, слетал. Когда уже ему сказали, да нет, не знаем, а может рук я сделать? Аллаху Акбар, Субханаллах, рук ее не делают Кур-Аном, что? Судопроизводством не занимаются, то есть решение посредством Кур-Ана не принимают. Ну конечно, зачем посредством Кур-Ана, есть же Дейл Карнеги и другие психологи, есть же куча психологов, к которым можно обратиться и решить свои семейные проблемы. Так ведь? Токсичные у тебя отношения или нетоксичные? Абьюзер твой муж или не абьюзер? Так же? Ничего себе, как не абьюзер? В инстаграм не разрешают фотографии выставлять свои. Настоящий самый абьюзер, у вас токсичные отношения, ты должна бежать от него, потому что это и всякие вот эти аль-мусталяхат, аль-батыля, которые они используют. Насал Аля, нет, Кур-Ан, братья, Кур-Ан, Сумна Пророка, достаточно тебе. Вот он Кур-Ан для этого, чтобы размышлять и так далее, то, что было перечислено нами, читать, заучивать. Поэтому Шейх говорит, одно из этого, чтобы понимать. Кур-Ан надо понимать. Это не просто какие-то слова, которые для бараката читаются и так далее. Нет, это не набор каких-то букв, которые никому не известны и непонятны. Это слова. Аллах Субханаху Атали говорит, а фаля я тогда баруна Кур-Ан. Так неужели они не задумываются над Кур-Аном? Значит, надо стараться понять Кур-Ан, стараться понимать те аяты, которых Всевышний Аллах Субханаху Атали не спасал. Чем мы здесь и занимаемся? Также просим Аллаха Саббат укрепить. Как это путь сподвижников? Они не переходили 10 аятов до тех пор, пока не изучали их, не изучали смысл этих 10 аятов, не постигали знания, которые содержатся в них и не совершали дела. То есть не узнавали каким делам они побуждают. Вот так. Поэтому не надо спешить. Не надо спешить, не надо куда-то потихоньку, потихоньку, аль-хамду-ля, пути все больше и больше открываются. Что-то из Кур-Ана было переведено и что растолковано нами. Некоторые суры. Какие-то сейчас, аль-хамду-ля, большие труды есть, что тавсир аль-бахавы. Уже очень много тоже перевели. Так ведь Шейхаринат. Хафизахулла. Так же, что еще есть Кур-Ана из тавсира есть. И другие, может быть, братика. Да, какие-то сура, фатихах есть лучше брата Абу Сальмана. Я знаю, есть у брата Абу Идриса и так далее. Пусть Аллах хранит их всех. Поэтому, что важно понимать? Важно понимать Кур-Ан. Аллах Субхану Хуаталя поэтому сказал, и мы сделали на их сердца пелену или же покрывало, а не в кахуху, чтобы они не понимали Кур-Ан. Чтобы они уже перестали понимать Кур-Ан. После этого, после когда-то отвернулись от знамений, Аллах наказывает тем, что человек уже все не внемлет, не принимает. Далее Аллах сказал, на их сердцах покрывало. А в их ушах глухота. То есть глухота. Задумайте, говорит. Да убережет Аллах. На сердцах покрывало не понимают. Вал-Азану алейха самам. Фаля тасма. В ушах глухота. Не слышат. Фаля ясмаун аль-хақ. Валя яфамунаху. Не слышат истины и не понимают этой истины. Как Аллах этим лицемеров описывает. Они слышали то, что пророк Салаласалам говорит. Им доносилось. Выходили из мачлиса, что говорили? Маза кааля анифан? Говорят, что он только что говорил? Не понимают субхан الله. Это плохое качество. Пророк Салаллаху Алейхмун сказал. Тот, кому Аллах благо желает, тому он даст понимание в религии он будет понимать, будет разбираться если ты, брат, не понимаешь, не разбираешься будь начеку, будь осторожен предприни какие-то действия чтобы понимать, напрасно а не так просто, не понимая, не понимая это намек тебе, что Аллах тебе блага не желает испугайся, Суханалла будь начеку, как уже сказали говорит и в сердцах и глухата далее заканчивает этот аят Всевышний Аллах словами если ты таких вот их призовешь к прямому руководству они уже никогда не последуют тогда же уже они тогда же, вот учитывая все вот эти факторы имеется ввиду они уже не последуют прямым путем не просто Аллах Суханалла сказал нет, сказал значит раз так, значит они уже не последуют прямым путем понимаете же слово если ты, о Мухаммад укажешь им на прямой путь то тогда уже они имеется ввиду пока на их сердцах пелена и на их ушах глухота не последуют прямым путем так откуда же тогда явится к ним прямое руководство в то время как слух их не принимает истину не слышат а сердца не подчиняются не покоряются этой истине да убережет Аллах если же кто-то скажет вот этими словами Всевышний Аллах Субханаху Аталя хотел расстроить и огорчить нашего пророка салю Аллаху Алейху Асалям хотел расстроить нашего пророка салю Аллаху Алейху Асалям посредством того что даже если ты будешь их призывать все равно не примут сколько бы ты ни призывал не примут то есть смысла нету Мухаммад вот это имеет ввиду или же наоборот Всевышний Аллах хотел его поддержать шейх отвечает и говорит фальджаваб ответом служит то что фи хадо таслиятун ляхо фи хадо таслиятун ляхо в этом то же самое что вчера было что тут заново а все нормально хамдуль из-за чего ты из-за сети то есть если кто-то спросит в этом Аллаху Субхану Ахватару хочет расстроить Мухаммада что призывай не призывай все равно не примут или же хочет поддержать его шейх говорит хочет поддержать ответом служит в этом поддержка ва аннахум иза лам якбалю иза лам якбалю иза лам якбалю иза лам якбалю имеется ввиду что даже если они истину не примут все на тебе ничего не надлежит ты донес помните как в самом начале этой суры мы разбирали когда я так же ты возможно ты готов убить погубить себя по причине того что они не следуют этому писанию не веруют в это писание к сожалению от скорби от сожаления готов себя погубить то же самое здесь нет Аллах говорит что нет это не на тебе они все не последуют ты донес а они не последуют то есть ты за это не переживай то есть Аллах говорит они уже после этого никогда не последуют прямым путем давайте на этом ограничимся Аллах 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 Рабби Аллах 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 Продолжение следует...